Всем привет! С вами Бернацкий Андрей и в данном уроке мы с вами поговорим про некоторые возможности PHP и MySQL, а точнее создадим некоторую страницу регистрации простенькую, где пользователь будет вводить имя, пароль, имя, фамилию, e-mail свой и эти данные будут записываться в базу данных. Для работы с PHP нам нужен эмулятор сервера, и нам нужно создать хост на нашем виртуальном сервере. На диске все подробно рассказано, как устанавливать, как делать, но для тех, кто не знает, на ходу. Поставить нужно Denver, и заходим в папку Home, создаем здесь регистр, например, далее в нем создаем папку www, и в этой папке будут все содержимые нашего, скажем так, будущего сайта, если мы тестируем сайт. Если же просто, ну вот форма регистрации, то соответственно все файлы от формы нашей регистрации. Так, для того, чтобы нам все создать, сейчас нам нужно сделать форму. Так, давайте создадим новый HTML документ. Так, сразу же в Dreamweaver его сохраняем. Сохраняем именно в этой папке нашей www, да. Значит, так, Home, Register, www. Так, нормально. Даем ему название index.html. Все, да, он сохранился. Поскольку у нас все данные будут в форме, да, то, соответственно, начинаем с тега форм, поля формы, вводят данные свои. И, значит, Action. Action это будет страница, которая будет обрабатывать наши данные, да, получать данные из форм и записывать их в базу данных. Rec.php и метод, которым будем передавать данные, допустим, пост, пускай будет, да. Так, форму закрываем. Делаем табличку, проще всего сделать табличку, да. Ну, пускай будет на 6 строк и на 2 столбца. Так, соответственно, в первой пишем, значит, имя. Так, да, здесь пишем, допустим, фамилия. Так, здесь будет у нас вводиться логин. Здесь будет у нас пароль. Так, и пускай будет e-mail. e-mail. Так, теперь нам нужно рядом с этими названиями полей, да, с подсказками, что в какое поле нужно вводить. Нужно сделать поля. Input, значит, type text. name, и там, где имя будет, дадим имя name. Именно по этому имени у нас будет осуществляться доступ к нашей форме, да. Так, сейчас простым копированием, значит, делаем name. name, фамилия у нас будет last name. Так, там, где логин, в общем-то, так и назовем логин. Поле пароль назовем пас, и поле e-mail назовем, ну, как-нибудь e-mail так и назовем, собственно. e-mail, так. И осталось нам сделать кнопку, по которой пользователь будет отправлять все данные, да. Так, это у нас, опять-таки, input, type submit. Ну, допустим, name go. И надо ввести нам значение value. Value отправить. Так, форму закрыли. Это закрыли. Так, единственное, что сделаем выравнивание по правому краю всех наших подсказок для полей, да. Text, line, write. Для того, чтобы они были просто ближе к полям нашей формы, они разрозненно так, скажем так, болтались, да. И целый паддинг, может быть, сделаем где-нибудь в районе четырех. Так, ну, давайте посмотрим, может быть, скажем так, локально, да, как это у нас получается все. Так, вот таким вот образом выглядит наша форма. Теперь нам нужно создать базу данных для того, чтобы поля из этой формы у нас обрабатывались, да. Для этого нам нужно запустить, теперь только запустить наш сервер, да. Кстати, сервер запускается после того, вот как раз-таки, когда создан хост, да. В нем создана папка www. И вот только после этого у нас, скажем так, мы можем запустить наш сервер, да. Значит, старт Denver нажимаем. Запускается MySQL. Так, и нам теперь нужно зайти в localhost tools.phpMyAdmin. Так, сошли, теперь создаем здесь новую базу данных. Допустим, регистр, да. Нажимаем создать. Так, видим, да, значит, база данных у нас создана. Вот она у нас справа, в общем-то, и отображается. Но в ней нет полей, таблиц, да. То есть, значит, соответственно, создаем таблицу, допустим, main. И полей в ней будет столько, сколько у нас наших данных, сколько мы будем записывать. То есть, имя, фамилия, логин, пароль и e-mail, да, 5. И еще одно, шестое, для айдишника. Будет айди для каждой строчки у нас создан еще. Так, создалась таблица. Так, здесь, значит, айди, тип инт. Длина, пускай, будет 4, допустим, да. И назначим ему первичный ключ и автоинкремент. Значение, чтобы он автоматически инкрементировался, да. Далее, name, varchar, пускай будет, да, ну, пускай будет где-то 40. Кстати, давайте сделаем по-быстренькому. Все наши поля будут varchar и все будут по 40 в нашем таком учебном примере, да. Пасворд. Здесь у нас дальше логин идет. Здесь. Так, наверное, что-то я напутал, да. Имя, потом у нас идет last name, потом у нас идет логин, да, потом у нас идет только пароль и, соответственно, потом у нас идет e-mail. Имя, фамилия, логин, пароль, e-mail. Так, создаем таблицу. Нажимаем сохранить. В общем-то, все происходит по средствам SQL-запроса. То есть, можно просто на вкладке SQL нажать здесь и прописать такого плана запроса. Он тоже выполнится. Но можно так вот немножко быстрее. Так, база данных теперь наша опять-таки создана, да. Так, и Denver у нас запущен. Давайте попробуем набрать в адресной строке регистр. Так, да, вот мы попали. Единственное, что у нас берутся... Не воспринимается русский язык. Так, имя, фамилия, e-mail. Давайте, может быть, кодировку попробуем поменять на Windows 1251. Так, значит, дело у нас не в кодировке. Так, окей. Так, вот, все, воспринимается у нас русский язык. То есть, надо было в настройках поставить Unicode. Была у нас кириллица. Теперь, далее, нам нужно обработать данные из нашего скрипта. Да, да, значит, видим, рег.php у нас будет обрабатывать данные из нашей формы. Соответственно, давайте создадим здесь рядышком с нашим файлом индекс файл рег.php. Делаем новый текстовый документ. Рег.php. Так, открываем его. И сейчас мы быстренько пропишем код, который у нас будет обрабатывать нашу форму. Вот в такие уголки заключается php-код. Ну и первое, что нам нужно сделать, поскольку у нас данные будут заноситься в базу данных, нам нужно установить соединение с базой данных. Это делается посредством функции MySQL Connect. И в нее мы передаем, значит, хост базы данных. Local host имя пользователя. Это у нас root. И пароль, да, но пароль у нас пустой. Или пишем кодай. Так, допустим, нет соединения с базой, да, напишем. Так, и MySQL Error. Далее мы должны выбрать, значит, ту базу данных, да, в рамках вот этого соединения, с которой мы будем работать. За это у нас отвечает, значит, MySQL Select Database, да. База данных у нас называлась, по-моему, регистр. Так, база данных у нас тоже выбрана. Так, теперь нам нужно вытащить все переменные, которые придут в наш файл из формы. Заводим следующую переменную name. Метод у нас был post. Post. И поле name у нас называлось name, да. Таким вот образом сделаем. Так, и давайте выведем эхо и посмотрим нашу переменную name. Так, да, регистр обновляемся. Вводим какое-нибудь имя. Отправить. Видим, да, вот вывелось значение нашей переменной name. То есть то, что мы ввели в поле для имени, оно, видим, вывелось. Таким образом нам нужно сейчас вытащить все наши имена. Так, да, ну, допустим, вот last name возьмем. Last name. Так, post. И из поста мы будем принимать уже last name наш. Можно для ускорения процесса скопировать. Так, и далее будем просто копировать, да, логин. Здесь логин, логин. Так, пас. Пас и. E-mail, e-mail. Так. Значит, это нам уже не нужно. Таким образом мы взяли все наши переменные из нашей формы, да. Теперь нам нужно сформировать запрос, который мы будем подавать в нашу базу данных. Значит, заводим переменную SQL. И здесь запишем запрос наш, да. Insert. Insert. Значит, имя таблицы дальше идет. Main. Да, insert, int. Ну, это значит, вставить в таблицу. Да, main. И сейчас мы будем писать имя, пары имя, значения, имя, значения, которые мы будем вставлять. Так, значит, записываем ключевое слово set. Установить. И теперь мы будем писать name. Допустим, равно. И в кавычках. Вот она, наша переменная name. То есть, в поле name мы вставим наше значение, которое будет в переменной name. А в переменной name у нас то, что мы ввели в поле для нашего имени. И так далее. То есть, значит, вот она, наша таблица. Видим name. Вот он, допустим, last name. Это поле нашей фамилии. Давайте вставим last name. Так, и сюда поставим наше last name. Очередное поле берем. Допустим, логин у нас. Берем логин. Равно. Так, переменный логин. Следующее поле. Паспорт. Паспорт, наша переменная pass. И осталось у нас одно поле с нашим e-mail. Так, e-mail. e-mail равно e-mail. Все, собственно, у нас наш запрос сформирован. Давайте теперь выведем наш запрос. Echo SQL. Попробуем заполнить все наши поля. Так, допустим, Андрей Бернацкий. Ну, какой-нибудь там логин. Какой-нибудь пароль. Так, да. Ну и какой-нибудь e-mail отправить. Видим, да, что вот наш запрос. Insert Intem. Main Set. Name равно Андрей. Last name. Да, такой. Бернацкий логин. Такой. Пароль такой. И e-mail у нас такой. Соответственно, теперь нам нужно подать этот запрос на выполнение к базе данных. Да, да. Вот. Ну, еще поле пароля. Кстати, можно сделать не типом, не текстом, а типом пароль. Чтобы вместо, допустим, пароля у нас высвечивались звездочки. Так, ну и теперь нам нужно, значит, создать какую-то переменную. Result, допустим, да. И за подачу запроса к базе данных у нас выполняет функция MySQL Query. Так, значит, пишем MySQL Query. MySQL Query и ей в качестве значения передаем, что мы будем записывать, да. И вторым значением мы должны передать, да. То есть, первое, что будем записывать. Наш SQL запрос, да, SQL. И второе, это мы должны наше соединение записать, да. Так, ну и теперь давайте сделаем небольшую проверочку. If. Если result имеет значение false, то... Значит, выводим эхо. Допустим, по-быстрому давайте что-нибудь не записано, да. Так, и на ветке else мы сделаем тоже эхо. Допустим, записано. Так, возвращаемся сюда. Да, ну и давайте делаем антрий. Там, Бернацкий. Какой-нибудь логин. Какой-нибудь пароль. И какой-нибудь e-mail, да. Так, видим, что не записано. Значит, у нас где-то есть ошибка. Давайте ее поищем. Так, так. MySQL Query нормально. Так, ну, запрос-то мы выводили. Запрос вроде бы нормально. Localhost. Так, возможно, из-за вот этого пробела, да. Здесь я ввел пробел. Регистр, да, был. Ну, может быть, соответственно, из-за этого у нас и получилось. Так, значит, ну, вводим имя. Так, да, фамилию. Ну, какой-нибудь логин. Так, что-то вроде пароля. И какой-нибудь выдумываем e-mail, да. Отправить. Так, записано. Да, видим, что тот пробел как раз-таки у нас и повлиял на нашу запись. Значит, идем в MySQL, в phpMyAdmin. Так, выбираем таблицу нашу main. Видим, здесь уже подсвечивается кнопка обзор. И видим нашу таблицу, да, что, в принципе, данные у нас наши записались, да. Давайте сделаем еще одну какую-нибудь запись. Значит, ну, такое что-нибудь. Отправляем. Так, записано. Обновляем наш обзор. Так, видим, да, очередная запись у нас вставилась. Таким вот образом работает php с MySQL. Таким образом можно сделать регистрацию пользователей на сайте. И затем уже давать какие-то права этим пользователям. Каким-то страницам их ограничивать. Каким-то страницам давать им, допустим, нормальный доступ. Ну, в общем-то, это подробности все в курсе Webmaster. А на этом данный урок я с вами завершаю. Спасибо за внимание. До встречи.